Друзья, здравствуйте. Продолжаем мы с вами следить за работой Кириллина Ивана Федоровича, как жителя Казахстана нашего. Продолжаем утверждать соотечественника. Мы же все рождены в Советском Союзе. Ну что, послушаем дальше, а в конце будет вообще фильм «Загадка и разгадка». Третий кусок фильма. Так, ну вот, доброе утро. Вчера в подъемках снимал, всю камера перевернулась немножко, вверх тормашка все пошло. Ну вот он сидит уже. Ну и вот эта теплица перевернутая все. Одно окно, второе окно, третье окно – это здоровые окна. И в сумме у меня тут получилось 37 уже разных видов. сортообразцов, так скажем. Сливы, абрикосы, персики, терешни. Ну, в принципе, наверное, и все. Так, друзья, вы посмотрели, ничего не заметили. Дело в том, что современные теплицы стандартные, их делают даже не с минимальным количеством окон, форточек, промок, а вообще без них. Это душегубки. Расчет только на наивных людей. Ну, а сейчас вы видели, нетрудно догадаться, вот и раз Иван произнес слово «окна». От этих окон будет зависеть количество солнца, свежего воздуха, минимальное количество затхлости, как бы это сказать-то, там, где происходит накопление болезней. Вот это второй сюжет я вам показал. Так, и еще хочу показать вот этот сюжет. Два еще. Смотрите. Будьте внимательнее. Так, продолжу видеть. Ну, это, в общем, у нас большой тепличный комплекс. Вон, туда, в ту сторону, точно такой же. Внутри там тоже рассады. Так, пиструшка. Вишня крупная. Обратите внимание на тазики. Красная мельба. Яблона кондильсинап. Размеры. Двух-трех клетки. Так, тут названия нет. Будто что-то похоже тоже на яблони. Антоновка одна. Яблони Останкина. Звездочка. Вишня черешня крупная. Конфетная розовая. Яблони Александр Байка. Бойка. Усота 4 метра. Четыре метра, конечно, здесь нет. Орех грецкий. Это что-то. Усышали? Прогрешили. Деревья. Каштановые деревья. Так, Абригос Парайсберг показывал. Слово каштановые запомнили? Это высота. Обалдеть. Колоновидный салтанат. Яблони. Так, ну тут уже смородина пошла дальше. Дальше на яких ямкостях не особо. Слово колоновидное яблони вы слышали? Итак, нет, еще не все. Там написано. Не видать, что написано. Так, опять черешня крупная. Вам не померещилось. Там написано черешня крупная. Да уж. Ну все на окулировке. Все на окулировке. Сколько вот? Три года ему точно. Вон еще одна развязка. Ну что. Дело в чем. Сейчас наступает кульминация. Ради чего мы смотрим, теряем время эти фильмы. Смотрите. Последнее время. Это мой комментарий. Ну, вспоминаем. Каштан. Черешни. Грецкий орех. Колоновидные яблони. Так, все просто. Ну, почему бы и нет. В Казахстане мы считаем, что это юг. Так вот, Северный Казахстан бывает временами страшнее, чем наша Южная Сибирь. Фактически это часть есть Южной Сибири. Северный Казахстан. Знаете, когда, почему я так говорю? Ну, можно забыть географию. В школе двойка. С натяжкой тройка. А почему делали железную дорогу через Казахстан? Знаете, почему? Да потому, чтобы спрямляли ее так, чтобы она была короче. И тут такая дуга. Если бы так граница проходила, Казахстан в Северный был бы в России. А так вот он такой дугой вклинился в эту. Пришлось железную дорогу, я по ней сколько ездил. В Казахстан въезжаем. Едем с запада на восток. А с Казахстана выезжаем через там сотни километров. Вот так, друзья. И что получается? Казахстан это жесточайшее место для деревьев. Откуда вся эта роскошь? Давайте я сразу скажу. Появилось новое слово. Называется доращивание. Вот человек приходит на рынок и видит вот это вот чудо. Вот. И спрашивает, откуда оно взялось. Сейчас мы выясним, откуда. Сейчас, сейчас, сейчас. Погодите. В этом-то вся интрига. Вот. Но как слово доращивание? Что значит? Откуда-то приходит крупная партия. Не в таких горшках. Никогда. Это такое удовольствие, что оно будет стоить 10 тысяч за штучку. Никогда. Они приходят на валом с голыми корнями. Как правило, без этикеток. Видели, там не на всех этикетках есть. Они сами не знают. Вопрос, откуда дровишки? И вот она кульминация. Тем более, заметьте, я назвал экзотику. Полновидные яблони с очень низкой морозной стойкостью. Черешня с очень низкой морозной стойкостью. Так было. Грецкий орех. Вы много видели в Сибири грецких орехов? Или в Северном Казахстане? А вспоминайте. А вокруг тишина. А вокруг не души. Только рельсы. Откуда рельсы? Сейчас смотрим. Итак, последнее. И вот смотрите, что. Вот, к сожалению, к огромному. У меня здесь на экране, вот в этом месте. Вот здесь вот. Не открылась. Вот эта вот ссылка. А открылась у меня на телефоне. Сейчас я покажу её. Вот. Сейчас я покажу. Это же. Смотрите внимательно. Я ничего не запутал. Она. Ну-ка, глядите в глаза железо. Она. Она. Нажимаю. Внимание. И вы услышите волшебный голос. Вот нажал. Слушаем. Айсберг. Айсберг. Ёлки-палки. Сколько им лет? Три года? Да, где-то так. Ну вот. Ну они все зелёненькие. Видите, просыпаются. Ну да. То, что просыпаются, видно. Ещё что, абрикос? Орех. Вот он, вы его пришли. Грецкий он растёт. Если вы знаете, где укрепишки посадите. Грецкий орех. Ещё где абрикосы есть, кроме Айсберга? А, всё. По-моему, у Клодина, а Семеновская же разобрана. А это? А откуда они? Да, они в Семеново. Магнитогорск. С Омска. С Омска? С Новосибирска, я не знаю. С России, знаешь, что с Омска? С России, с Новосибирска, с Омска. Почему она так говорит? Потому что она никогда не назовёт ни один адрес. Кроме Новосибирска, Омска и Магнитогорска, три названия было. Существуют ещё адреса питомников. А саженцев вот они. Вот они, дровишки-то. Так, продолжу видеть. Это я остановил. Вот они, дровишки-то. А? Завезены были на Валовом. Поставлены в эти самые ёмкости. И отсюда выдёргиваются по мере продажи. Откуда дровишки? В Сибири нет ни одного черешнего с... Как она отвечала? Вы слышали? Повторить вам ещё раз? Она не знала, что сказать. Она врёт. Она врёт кому? А почему он этот фильм снял, наш друг Иван Фёдорович? Потому что он уже... Его на мякине не проведёшь. Он специально сделал этот фильм для меня, чтобы я вам показал. Вот. Вот его слова. Под этим самым. Круто. Сейчас. Хорошо, я тоже был удивлён. Вот чем удивлён? Я ему сказал, хотя хрен черешни в Сибири. В Омске. Да, в Омске есть питомник, у которого на сайте есть черешни. А черешнего сада нет. Сейчас вся страна завалена южно-азиатскими саженцами. Вся страна. Вон они, двух-, трёх-, четырёхметровые. Всё это, наверное, смерть. Все до единого. И в Сибири в Казахстане тоже как не было садов, так и не будет. Были сады в советское время. Потом началась великая эмиграция. Оттуда уезжали, более обстоятельства, политики этой подлой, оттуда уезжали, когда Казахстан обособился, русские евреи, русские немцы, русские украинцы, русские белорусы. Вот, русские, русские. Они все уезжали и по дешёвке, чудом каким-то продавали дома. Якобы бывали случаи за тысячу долларов, добротный дом. И везде были сады. И якобы казахстанцы, то есть этнические казахи, заселяют в эти дома, потирают удовольствие руки. Вот, вырубали сады. Но, наверное, это может быть не было массой явлений. Вот такое явление было. И вот сейчас, кто остался в Казахстане, может половина осталась, может четверть наших русскоязычных, они хотят иметь сады. И что они имеют? Вот это всё подлое привезено с юга. Как она брала ему? Давайте ещё раз послушаем это. Почему? Потому что это не шутки. Я обращаюсь который раз уже к нашему правительству, ко всем. У нас вся Россия, это самое, идёт грабёр дичайший. Расчёт на любовь к садам, расчёт на наивность, на невежество наших садоводов. А у моих фильмов просмотров 300-500, хорошо, если тысяча. А миллионы людей вылазят, вот они же. Вы видели некоторые горшки пустые? Расскоплены. Ещё раз. Внимание. Айсберг? Ёлки-палки, да. Сколько им лет? Три года? А, где-то так. Ну вот. Внимание. Вот, второй год. Ну да. То, что просыпаются, видно. Ещё что, абрикос? Орех, вот он, мы его пришли. Грецкий он растёт. Ещё где абрикос есть? Затишье посадите. Ещё где абрикос? Затишье, ага. Ага, затишье. Орех. А это, а откуда они? Они с этого. Магнитогорска. Сомска. Сомска? С Новосибирск, я не знаю. С России, знаешь, что Сомска? Ага, продаёт и не знает откуда. С России. Россия сама завалена это дерьмом. Я сколько фильмов вам показал уже. Ну всё, друзья, будем заканчивать. Сейчас отправляю брату, он доведёт до ума. Пусть будет музыка, титры. Нормальный фильм для Ютуба. А к вам просьба, распространяйте. Не только казахстанцы. Это не важно, что по ту сторону граница, по эту сторону то же самое. Та же подлость, та же. Всё, друзья, у меня давление поднимается. Вот, давайте, пока.